В Алтайском крае нет такой плотности животных, как именно в Солонешинском районе. Не земля, а звериный рай, где животные вольно ходят по дороге. Копытные и хвостаты будут первыми, чья жизнь изменится с приходом золотодобытчиков. Вернее, они уже здесь. Техника золотодобывающей компании на готове с прошлого года. Домики для жилья рабочих, наверное, да? Ну. Там никто не живет? Нет. Промысловики появились в Солонешинском в 2018-м. Пока они перерывали реку у села Топольное, экологи и местные жители возмущались уроном для природы. Ведь на этой земле растут краснокнижные растения. Уже в суде промысловики сначала отрицали редкие травы, затем обещали их изъять и сохранить. Суд в итоге приостановил работу золотодобытчиков. Но они пошли дальше. Учредили новое юридическое лицо. И от этого нового юридического лица обратились в Сибнедра, департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, с просьбой переоформить прошлую лицензию на новое юридическое лицо. Таким образом появилась новая лицензия, но в тех же самых границах, на те же самые участки, ну естественно с тем же целевым назначением, с теми же видами работ. Поэтому мы считаем, что это незаконно. Лицензия на добычу выдана до 2028 года. Речь идет о довольно большой территории – Россыприки-Щепита и реки Солонешная. Фирме осталось получить разрешение Краевого Минприроды. Компания подала заявку на два участка, правда их точное расположение неизвестно. По одному комиссия дала отрицательное заключение, второй – рассматривают. По мнению местных жителей, один из участков прямо рядом с техникой. Люди, выражая свое мнение в бланках, из 110 мнений допускают золотодобычу один. Вся природа, и все цветы, и все водоемы, они же все портят. Надо поднимать экономику страны. А, то есть вы за? Обязательно. Этим, я думаю, не поднять экономику края. Поля засеивались, что вот это вот, скот держали. А золотом это навряд ли. Только больше урона принесем. Предполагаемый участок добычи в пойме реки. А здесь, по наблюдению Александра Тюнина, пролегают звериные тропы. К водопою или Солончакам, или через реку на другой холм, где по весне зреет первая травка. Золотодобычики уничтожат эти места, нарушат покой и звери мигрируют. Следом пострадают села ниже по течению. Медведевка, это Первомайка, это Лютаево, куда эта река продолжает свой путь. Потому что при добыче все химикаты будут течь дальше в деревне. Там люди держат скот. Там люди, не имеющие стиральных машин, которые стирают свои вещи в реке, они не смогут этого делать, потому что будет постоянно грязная река. Местный бюджет пополнения от промысловиков практически не ощущает. В 2021 годовое поступление нам оценили в 11 тысяч рублей. Сотрудники администрации в неофициальном становке поделились, что плюсы не найдут даже те, кто захочет там трудоустроиться. Но даже после ухода промысловиков, судя по опыту района, не легче. Под селом Топольное компания должна была провести рекультивацию, вернуть на место земельный покров, посадить деревья. Справедливости ради, на участке в 100 на 100 метров они это тогда сделали. Лицензия у нас. Все. Мы имеем право полное. Суд там из-за рекультивации что-то там не то было нам запретил. Но мы сейчас рекультивацию делаем. Завтра я тоже туда погоню технику. Там немного надо будет доделать еще. Что можно сказать? Трава и сорняки растут, растут или пытаются выжить сосенки, которые здесь высадило золотодобывающее предприятие. Маленькие деревца вокруг. Например, вот. Только мне кажется, что ему здесь не очень комфортно. Прогнозные ресурсы были 57 килограмм золота. Сейчас звучит такая информация о том, что по результатам доразведки этого месторождения прогнозные запасы выросли. Ну, может быть, там в полтора, может быть, в два раза. Но это не то, что не покрывает того ущерба, который наносится государству, окружающей среде, экологическому благополучию населения. Он просто даже близко не стоит по размеру с этим ущербом. А пока Минприрода проводит экспертизу второго участка, представители ОНФ обратились в прокуратуру, чтобы проверить исполнение судебного решения со стороны золотодобытчиков и СИБНЕДР. Если проверка правоохранителей ни к чему не приведет, общественники вновь готовы идти в суд. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком.